Тамара Алексеевна возраст не скрывает. В свои 74 года она в качестве волонтера участвовала практически во всех значимых спортивных мероприятиях, которые проходили в России. Помимо этого, она активно занимается и общественной деятельностью. Я по жизни все время продвигалась в общественной жизни. Комсомол, секретарь комсомольской организации. Мне не безразличен наш город. Мне интересно побывать на этих местах воинской славы. Почему? Потому что это наша история. Экскурсия по достопримечательностям Анапы – познавательное дополнение маршрута. 80 пенсионеров прошли более 6 километров, посетив стеллу города воинской славы, русские ворота, сквер Гудовича и другие памятные места. Эта идея родилась еще три года назад, когда мы хотели сломать этот стереотип пожилого человека. Потому что наша организация – люди не только молодые души, но еще и в хорошей активной физической форме. Мы занимаемся волонтерством, а, соответственно, нам нужно быть подготовлены к этому. Поэтому именно День пожилого человека провести активно, не сидеть дома, а пойти на любимые улицы нашего города, пройти. Волонтеров серебряного возраста поддержали сотрудники Центра профилактики здоровья, 21 век, а также органы ТОС. По словам организаторов, с каждым годом акция набирает популярность. Количество добровольцев растет. Этим летом они блестяще проявили себя в организации Чемпионата мира по футболу. В следующем году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада. Анапские волонтеры уже подали заявки на помощь в ее проведении. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.